Мне заплатили за Всем привет, добро пожаловать на очередной скучный влог И это немножко странно После почти недели Каждодневных влогов Ничего вообще не снимать Несколько дней И вот так вот вернуться У меня только что был звонок с Новым потенциальным партнером Ну а так я просто здесь сижу И работаю сегодня Все утро Не очень интересно для влога Но это же наш с вами бренд Это скучные влоги Просто чтобы вы понимали Насколько сегодня я загружен Вот не будем рассказывать Что я уже сегодня успел сделать Но мне нужно сейчас Я во-первых пишу Дописываю до конца Полную методику На мой новый курс Который будет самый лучший курс в моей жизни Ну и конечно Мне заплатили за фит Как музыкального артиста Фит типа совместная работа Прислали бит И мне сегодня Хотя бы нужно набросать Примерно Концепцию и идею Но сегодня я бы хотел Просто вот так вот Вот так вот Вот так вот Но не получится Пока что не получится Поэтому сейчас Мы приостановим Все остальное Сядем Сядем за микрофон Я хотел Сядем за микрофон Сядем за микрофон В общем накидаем Концепцию этого трека С вами вместе Еще есть несколько бытовых дел Конечно Но Но Мне заплатили за этот фит Не отговаривайте меня Это вообще-то Клиент Покупатель Я должен ему доставить Продукт Как? Мы договорились Пацаны Мне нужно будет Ваши мультики Этот Приглушить Начинается с припева Как я понимаю Вот Исполнитель этого трека Хочет, чтобы я сделал Припев И куплет Вот здесь Начинается куплет И все Это такой Короткий куплет И припев Я понял У меня текст там Надо же репетировать Надо же репетировать Это все Окей Надо расславиться Для этой части Окей Надо Стряхнуть себя Весь этот стиль Успокойся ты, Веня Успокойся Че ты несешь, идиот Окей Я отправил ему Видео меня Все ништяк Это мы сделали Возвращаемся К пособию Но сначала Знаете, что надо сделать? О, косин число Ааа Я забыл, что мне нужно было Снять целое видео Блин, которое вы уже видели На канале До этого Непосредственно До этого влога Это вот все Ну, видите, рубашка Одна и та же Одна и та же Камера одна и та же Но я уже что-то устал Если честно Что-то я устал Я себя уже так забросил Что вообще Ну, вот и все На сегодня остались Только, в принципе, бытовые делатики Я вот-вот должна Закончить уже на работе На сегодня И приехать домой Ну и, конечно же Новый поток От Intermediate до Advanced Начинается уже скоро Поэтому ссылка в описании Записывайтесь Если вы еще не проходили его И вы застряли на уровне Intermediate Не знаете, что делать уже Я вам помогу Это будет моя честь Но ссылка и промокод Конечно же Будут в описании Под этим видео Видите, я спалился Что я в шортах Вы знаете? Что я в шортах Это называется работа из дома Вы уже многие знакомы С этой концепцией После пандемии Это называется бизнес сверху Пляж снизу Если вы работаете онлайн По зуму И вы сидите в штанах То вы дико не уважаете Всю концепцию Работы из дома Простите меня Простите меня Я считаю Мне нужно позвонить Ветеринару И назначить вам Груминг Что мы постригли Ногти Да Да Вы наверное Уже воняете Да Ух ты какой Вы меня наверное спрашиваете Веня Почему вы в Америке Так любите Икею А может вы меня не спрашиваете Но я притворюсь Как будто вы спросили Сейчас я вам расскажу Помните вы Из блога Я вот этого купил в Икее Для собачьей всякой фигни Вот Это нам уже надоело Нужно от этого избавиться Взять что-то другое Мы поняли Что так много места Нам на самом деле не нужно И с правильной организацией Можно пополам Вот так вот разрезать И этого будет достаточно Так вот Главное преимущество Икеи Заключается в том Что у них можно оформить Полный возврат В течение Трех Ста Шестидесяти пяти дней Купили мебель Год постояло Надоело Возвращаете Все деньги назад Просто Я не знаю Такое есть у вас Но у нас Икея выигрывает Только из-за этого Они что Они возьмут Сломают ее На опилке И построят Какую-то другую мебель Из этого Вот Поэтому мне нужно будет Эту штуку Оттащить в машину Вернуть ее И на эти деньги Взять новую Которая только Половина вот этого Вопрос заключается в том Смогу ли я Один Эту штуку поднять Давайте посмотрим Успех Тогда мне нужно будет На днях Позвать на помощь Самого сильного друга Это будет Либо Джастин Либо Ян с тележкой Либо Ян Просто Итак друзья Это новый день Я приехал Делать себе Вот эту вот Американскую Микрочиповую 5G прививку Также известную Как прививка От коронавируса Мне нужен Билдинг номер 4 Но я чуть не могу Его найти Я опаздываю Как обычно Билдинг номер 3 Вижу О, карта Вижу 4 Бридж Блин Я только что же там был И там какой-то Бридж идет Сразу Билдинг 4 Да е-мое А где я вообще Вот я здесь Это мне вот туда Да е-мое Мы не пойдем по мосту По какому-то там мосту Мы пойдем по улице Потому что Я боюсь Что я потеряюсь По мосту Ну вот Это моя первая Вакцина Я буду делать Пфайзер Посмотрим Как это все пройдет И посмотрим Как я буду Сегодня себя чувствовать Я беру вас Сегодня с собой На все это приключение Я рассказал бабушке Что я буду делать Прививку Она знаете Что сказала Говорит Не надо Ты че Говорит Не делай эту американскую Лучше приезжай к нам Сделай у нас Блин 11.40 Да Хорошо Попробуй Попробуй Ты знаешь Где я Делай 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 Спасибо Ты Велик Привет Привет Что Тебе Что ты Бридж Что ты Бридж Не так Мари будет болеть Немного Он будет все Лучше Может быть немного болель Попробуй Чтобы спокойно Может быть немного Слышен Может быть немного Ага Но ничего 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 Немного Я имею ввиду Вакцинация Хорошо Следующий Лучше Давайте Давайте Дай мне Как готов Я готов Говорит Я хочу Да Много людей со мной сидит, вот, но да, мне дали вот эту вот карточку теперь, и все, первая вакцина готова. Окей, ну все, ничего в принципе такого прям супер серьезного не произошло. Добрый день, добро пожаловать в интерфейс микрочипа. Я ваш 5G гид. Если у вас есть какие-то вопросы, просто дотройтесь до вашей прививки. И пока я тут на заправке, я кое-что вспомнил. Я не знаю, надо было покушать перед этой прививкой или нет, но я не покушал ничего. Поэтому пока не поздно, надо пойти чего-то поесть. Я просто обычно вообще не завтракаю, поэтому я что-то даже и не подумал, если честно, и не спросил ни у кого. Ну я надеюсь, что все будет нормально. Блин, Веня, ты что, ты что-то не поел, блин, идиот, идиот. Правда, правда, да. Просто взрыв огромный. Взрыв. Ну еще пару минусов, это дороги, ну это Кэлэй. Да. Вот видите, вы смотрите, вы думаете, это что, какой-то выдуманный мир? Реальные вещи, реальные люди приезжают сюда, он живет здесь два года. Вообще, случайно встретились, я только что поел после моей 5G прививки. Все хорошо, я жив, я жив, я жив, я жив. Я себе пообещал, что если я выживу, я наконец-то приверусь сегодня в кабинете, потому что у меня тут полный бардак вообще. Время еще довольно-таки ранее, поэтому поехали. Мы сейчас в Тике проходим такой жизненный период, когда мы понимаем, что много вещей, которые мы имеем, они нам по сути не нужны. И у нас был период такой материализма какое-то время, и сейчас у нас период минимализма. И мы пытаемся упростить нашу жизнь, ну просто максимально. Минимализм пытаемся сделать себе, максимально минимализм. Поэтому все наши вот эти вот весенние уборки, которые я вам, кстати, не показываю вообще, все нацелено на это. Мы избавляемся от многих ненужных вещей, продаем много ненужных вещей. Я продал уже три камеры, у меня было семь разных камер, зачем, не понимаю. Я стал только самый важный, только самый нужный, и сейчас я буду более минималистичный сетап своего кабинета делать. И я попробую жить без второго монитора. Посмотрим, как у меня это получится. Я, естественно, его не выкидываю, не продаю. Я просто в коробочку закину, и ну пусть лежит, но будет такое, так скажем, у нас такое испытание. И все у нас получилось. Пожалуйста. Вот, я целое это видео смонтировал с одним монитором, и в принципе меня не беспокоит. Это я просто был такой разбалованный, упрямый, но все очень круто на самом деле. Мне так больше нравится, так выглядит, намного гармоничнее. И у меня теперь мои мониторы, колонки, я не смысл. Мониторы мои, они у меня теперь на столе, поэтому когда я хочу работать стоя, я могу работать стоя. Ну вот, вот такой вот влог, я надеюсь, вам нравится такой контент, влог ни о чем, обо всем подряд. Нет какой-то конкретно специфической темы, но, естественно, название и обложка будут про, естественно, вакцину. Вот она, видите? Поэтому вам удачи, не болейте, и увидимся с вами в следующем видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова